Мы снова в эфире. Информационный канал «Город» продолжает вас знакомить с событиями дня. Пешеходы подали сигнал светофор на перекрестке Ленина, и современный в Кирове удивляет своей оперативностью. Людям необходимо успеть перейти дорогу за 14 секунд. Настоящий забег на короткую дистанцию. Жильцы близлежащих домов сегодня обратились в нашу редакцию. По их словам, правила движения здесь удается соблюдать немногим. О торопливом регулировщике расскажет Юлия Ситникова в рубрике «Наболела». Мы решили проверить, успею ли я пройти по этому пешеходному переходу за отведенные 14 секунд. Я иду в своем обычном темпе, не быстро, не медленно, и под конец пути приходится ускоряться. Возможность идти даже в таком темпе и ускориться под конец есть далеко не у всех. Здесь часто проходят пожилые люди с тяжелыми сумками из магазина. В итоге на полпути через дорогу уже загорается красный сигнал светофора. По правилам, водитель обязан дождаться, когда пешеход дойдет до тротуара. Кировчане не уверены в своей безопасности. Водитель может не заметить идущего пешехода, когда на его пути уже горит зеленый свет. Иногда я понимаю, что не успеваю, потому что светофор начинает работать, и приходится ждать очередную минуту для того, чтобы дождаться зеленого света. Мне мало. Добавили бы маленько. Примерно две трети пройду и все. Неподалеку от перехода находится школа номер 11. Ученикам по несколько раз в день приходится проходить по опасному участку. Учитывая то, что тут рядом школа находится, это очень неудобно за детей. И я лично дома, сидя волной за своего ребенка, как он перебегает за 14 секунд эту дорогу. И хотя на перекрестке улиц Современной и Ленина часто бывают пробки, пешеходы уверены, что хотя бы 5 дополнительных секунд значительно помогут. Чтобы помочь людям, мы направили обращение в Дорожный надзор с просьбой увеличить время для преодоления пешеходного перехода. Юлия Ситникова, Дмитрий Бритвин, информационный канал «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова